Финансовое завтра обсуждают в Сочи сегодня. На курорте открылся международный банковский форум. На Кубани принят закон о развитии чаеводства. Он предусматривает господдержку чаеводческих предприятий. Все они в Сочи. Обновили, да не так. Возбуждено уголовное дело о хищении средств при реконструкции парка Дендрарии. Сделай свой выбор. Спортивные школы Сочи проведут день открытых дверей. В Сочи открылся международный банковский форум Банки России 21 век. Сегодня состоялась первая конференция. Там побывала наша съемочная группа. В банковском форуме принимают участие более 500 российских и зарубежных специалистов. Это топ-менеджеры крупнейших банков, эксперты, аналитики, представители финансовых организаций. Сочинский форум называют знаковым событием в жизни российского бизнеса. Он открывает новый деловой сезон. Форум проводится при участии и поддержке Центробанков, Смирного банка и других международных организаций. В банковском форуме активно участвуют и представители разных ветвей власти. Как отметил на открытии вице-губернатор Краснодарского края Игорь Галась, финансовый рынок страны подвергся серьезным санкционным ограничениям, но экономике в том числе и Краснодарского края удалось адаптироваться к новым условиям. Во всяком случае, хочу сказать про секторы финансового в том числе нашего края. Мы традиционно с помощью инструментов финансового рынка привлекаем ежегодно около 1 триллиона рублей в экономику края кредитных ресурсов. Да, собственно говоря, можно сказать и наша экономика, начиная с лета, текущего года, начала демонстрировать рост. В ходе форума планируют обсудить, по какому пути должно пойти развитие финансовой системы в ближайшие годы. Кстати, форум проводится в 14-й раз и Сочи уже стал традиционной площадкой для дискуссий банкиров. Я очень рад этому, потому что именно наша площадка дает возможность пообщаться, а в последующем вы принимаете очень важные решения, которые дают возможность даже в сложнейших экономических условиях, в условиях санкций, продвигать экономику. И таким примером является город Сочи. Банковский форум в Сочи продлится до 10 сентября. Елена Авсец, Ольга Десятого, Демид Даниловский, телекомпания «ФКТ». Сегодня в Дагомысе открылось совещание Рособранадзора с участием региональных министров образования. Представители из 14 областей и краев страны подводили итоги государственной аттестации по образовательным программам за 2016-й и намечали планы на 2017-й год. Большой акцент на совещании был сделан на организацию сдачи ЕГЭ. По мнению руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования, вопрос с мобильными телефонами и шпаргалками на сегодняшний день практически закрыт. И нарушений в этом году значительно меньше, чем в прошлом. А вот Институт общественных наблюдателей необходимо развивать. По примеру, федеральных общественных наблюдателей – это студенты старших курсов, которые должны контролировать процедуру сдачи экзамена. В Сочи в этом году государственная итоговая аттестация проводилась в 13 пунктах приема экзаменов при активном участии федеральных, региональных и муниципальных наблюдателей. Вообще, все новшества, которые применяются в нашем регионе и конкретно в нашем городе, федеральными структурами оцениваются достаточно высоко. Система образования готова к росту количества первоклассников, росту количества школьников. Активно решается проблема дошкольных образовательных учреждений, строятся новые детские сады, понятные школы строятся. Что касается единого государственного экзамена, то так же, как и в других регионах в Краснодарском крае, экзамен прошел объективно, в том числе и в городе Сочи. По оценке экспертов, ЕГЭ в Сочи прошел без серьезных нарушений. По его итогам получено 16 стобальных результатов. И 161 выпускник подтвердил экзаменом получение медалей за особые успехи в обучении. В Сочи возбуждено уголовное дело о хищении средств при реконструкции парка Дендрария. Об этом сообщает сайт прокуратуры Краснодарского края. Сочинская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку соблюдения бюджетного законодательства при выполнении работ по реконструкции Дендрария. Было установлено, что подрядчик фирмы «Новый город СКД», которая работала на объекте по госконтракту, заключенному Сочинским нацпарком, в 2013 году представила к оплате заведомо ложные сведения об объемах и стоимости выполненных работ и примененных материалов. Так, прокуратурой вскрыто, что при отделке помещения использовались более дешевые материалы, чем это предусмотрено сметой. Экспертиза показала, что разница в затраченных суммах при выполнении указанных работ превысила 1 миллион рублей. Возбуждено уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере. Перспективы развития малого и среднего бизнеса с учетом новых экономических реалий и возможностей муниципалитета обсудили сегодня сочинские предприниматели. На заседании Координационного совета при главе города выяснилось, что местный бизнес не пользуется в полной мере всеми возможностями заработка, неактивны коммерсанты и в реализации программы господдержки. Проблемы, отмечают бизнесмены, растут как снежный ком. Правда, и решаются многие вопросы достаточно оперативно. К примеру, благодаря подобному диалогу с властью, констатирует председатель ТП города, исчерпан проблемный вопрос предыдущего совета. Тогда предпринимателей волновала работа экскурсионных фирм, большая часть которых из-за многочисленных требований Управления по курортному делу и туризму не могла полноценно вести свою деятельность. Сейчас мы уже приняли такое решение по поручению мэра. Мы будем готовить совместно с Управлением по курортному делу и туризму уже вносить новые изменения в те конкурсные требования, которые будут рассматриваться при проведении конкурса на следующий год. Я думаю, что там уже вопросов не будет. У нас этим занималась Ахтырская Наталья, она полностью подвела юридическую базу. Мэр согласился и нас поддержал. Вот так и будем работать дальше. К слову, Вадима Левченко за поддержку и развитие малого бизнеса Анатолий Пахомов сегодня наградил почетным знаком за вклад в развитие города Сочи. Быть небезразличными в вопросах развития предпринимательства Мэр призвал и все бизнес-сообщество курорта. Сочинским предпринимателям необходимо расти, быть активнее и брать дело в свои руки. Иначе возможностями круглогодичного курорта воспользуются другие, иногородние коммерсанты. А такие прецеденты уже есть. Наш бизнес пока еще, откровенно говоря, вот он привык лоткам сдавать в аренду, вот он никак не может отойти от этих лотков. Хотя лотки, они уже никакой роли не играют, даже экономической. Сегодня все-таки, вот мне кажется, и я готов с вами выйти на любую, значит, платформу, на любую площадку для того, чтобы нашим предпринимателям и не предпринимателям, а просто молодым людям, начинающим или желающим завести свой бизнес, разъяснять, рассказывать и обучать. Вот это, наверное, нам придется делать, потому что они не берутся за бизнес совершенно. Чтобы выйти на качественно новый уровень, малому и среднему бизнесу предлагается и господдержка. Правда, пока программа субсидирования у предпринимателей спросом не пользуется. И это, несмотря на более чем привлекательные условия. Со своей стороны, муниципалитет в этом году выделил полтора миллиона для развития этой сферы. Ожидается финансирование из краевого и федерального бюджетов. В размере 20,5 миллионов рублей. На Кубани принят закон о развитии чаеводства. Долгожданный для фермеров законопроект в первую очередь призван защитить качественную отечественную продукцию от подделок. А еще новый документ предусматривает господдержку чаеводческих предприятий. Как известно, все они расположены в Сочи. Все подробности в материале Инги Габешия. Чтобы было кого поддерживать, на Кубани необходимо осваивать пустующие земли и повышать урожайность, подчеркивают краевые власти. Так как это, к примеру, делают на мацестинских чайных плантациях. На этой земле бьют рекорды 80-х годов. Но такими результатами могут похвастаться не все городские предприятия, занимающиеся выращиванием и переработкой чайного листа. Десятки гектаров не используются по назначению, отмечает глава Сочи. Поддержку города Анатолий Пахомов обещает чаеводам с одним условием – земли должны быть задействованы. Мы сейчас интенсивно восстанавливаем те площадя, расширяем листосборную. В этом году мы на 20 с лишним гектар увеличили площадь листосборную. Это очень, так сказать, отдачу дало по величине валового сбора. Мы сейчас сделали оценку, сколько примерно необходимо. Эта сумма достигает полутора миллионов на гектар, чтобы восстановить и поддерживать в надлежащем виде чайные плантации. Поэтому рассчитываем на принятый закон, что государство начнет все-таки помогать чайной отрасли в России. Потому что в России, кроме как на территории Сочи, больше чай нигде не растет. Новый законопроект, принятый депутатами Законодательного собрания Края, по всем статьям должен помочь развитию отрасли. Особую роль для чаеводов сыграют две статьи законопроекта. Шестая, гарантирующая субсидирование. И восьмая, которая призвана помочь в борьбе с контрафактом. 90% продукции под маркой «Краснодарский чай» – подделка. Об этом говорят результаты мониторинга сочинских магазинов. Губернатор курирует этот вопрос лично. Он заинтересован в том, чтобы недоброкачественной продукции на полках магазина Края не осталось. И вот сейчас эта работа уже ведется. Предприятия в торговле предупреждены от той продукции, которая не может продаваться под брендом «Краснодарский чай». Весь перечень производителей, которые могут этой наименовании своей продукции присваивать, гордые, легендарные, он утвержден, он окончательный. В отличие от контрафакта, сочинский, а в данном случае мацестинский чай, проходит все этапы оценки качества. В лаборатории и фабрике этим занимаются органолептики. Мы уже дождались результатов. На сегодняшний день контрафактная продукция будет сниматься с полок наших магазинов. Организована на сегодняшний день большая комиссия с участием правоохранительных органов. И чай, который носит контрафактный характер, не производится в городе Сочи, не перерабатывается, не маркируется, не сортируется и не производится, будет сниматься. И название «Краснодарский» использовать нельзя. Благодаря новому закону о развитии чаеводства в Сочи, где выращивают самый северный чай в мире, начнут развивать и экотуризм с посещением чайных плантаций. Спрос есть. Было бы предложение. В прошлом году более 50 тысяч туристов выбрали для посещений чайной совхозы и плантации. В ночь с четверга на пятницу воды не будет на нескольких улицах Сочи. С 10 вечера 8 сентября до 8 утра 9 сентября будет производиться плановый ремонт на водоводе по улице Труда в районе Котельной номер 30. На период работ без холодного водоснабжения останутся улицы Труда, Пластунское, село Верхний Юрт и Котельная номер 30. Не пора ли взяться за голову? День открытых дверей по диагностике опухолей головы и шеи пройдет 12 сентября на базе онкологического диспансера, а также во всех поликлиниках города Сочи, включая стоматологические. Все жители и гости курорта могут бесплатно, без предварительной записи и направления, принять участие в масштабном проекте по ранней диагностике и профилактике предопухолевых и опухолевых заболеваний головы и шеи. Мероприятие будет проводиться с 9 до 16 часов. Можно будет не только получить подробную информацию о профилактике данного заболевания, но и консультацию у ведущих специалистов-онкологов, стоматологов, дерматологов и лор-врачей. Черноморская регата больших парусников сегодня стартовала в Констанции. Румынский порт встречает парусные суда из пяти стран, среди которых знаменитые российские рекордсмены Крузенштерн, Надежда и Мир. Из Констанции парусная флотилия совершит первую гонку до Новороссийска, где к ним присоединится еще одно судно – российский Херсонес. С 16 по 19 сентября парусники будут гостить в Новороссийском порту, откуда отправятся во второй этап состязаний к Сочи. В Олимпийскую столицу России регата прибудет 21 сентября. Простояв в городе четыре дня, суда отправятся в заключительный этап гонки – Сочи-Варна. Регата завершится 4 октября. Организаторы приготовили для жителей Черноморского побережья насыщенную программу мероприятий, которые будут проходить в каждом из четырех городов-участников. В этом году участниками конкурса станут театры из Якутии, Иркутской, Пензенской, Ростовской, Чулябинской и Ярославской областей. Основной акцент был сделан на привлечении театров из Сибири и Дальнего Востока. Определить их помог региональный конкурс, победители которого получили гранты на участие в театральном Олимпе. Теперь коллективам предстоит преодолеть марафон, включающий показ спектакля, а также конкурс по театральному менеджменту. Их усилия оценят профессиональные жюри и зрители. Театрам, среди прочего, нужно представить обширную документацию о финансово-хозяйственной и социально-культурной деятельности, провести публичную презентацию коллектива и защитить эффективный театральный проект. Федеральный фестиваль «Театральный Олимп» проводится с 2011 года. Основное отличие от всех других проектов в том, что это конкурс не только спектаклей, а театров в целом, как субъектов современного рынка. Сделай свой выбор! Спортивные школы Сочи проведут День открытых дверей. 10 сентября спортшколы и центры дополнительного образования Сочи проведут показательные выступления и мастер-классы в рамках Дня открытых дверей. Более 2000 детей и их родители смогут лично познакомиться с работой каждого направления и задать интересующие вопросы. Во всех четырех районах Сочи определены площадки для проведения Дня открытых дверей. Расписание их работы вы сейчас видите на своих экранах. К слову, сегодня на курорте более 40 тысяч юных сочинцев от 6 до 18 лет занимаются в учреждениях дополнительного образования. Ну и в завершении выпуска информация от наших партнеров. Сеть салонов «Ткани для дома» предлагает широкий ассортимент тканей, текстиль, постельное белье, пошив, штор на заказ. А все новости уже на нашем сайте fkt.com. На этом я с вами прощаюсь. В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире.